Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! В православии есть как многодневные, так и однодневные посты. В среду и пятницу установлены однодневные посты. Для чего они необходимы и чем они отличаются от многодневных? Церковь старается сделать все, чтобы человек жил постоянно в предстоянии перед Богом, в присутствии Божьем. Чтобы человек не просто вспоминал о Боге, когда ему что-то от него нужно, или когда ему становится очень плохо, а чтобы все время он, как бы вот, есть такое выражение в богословии, жизнь человека должна быть христоцентрична. Мы не имеем права забывать о Боге и о спасительном деле, который совершил Христос. Вот, собственно говоря, однодневные посты, они вот с этими связаны. Мы постимся весь год в среду. Это день, в который Иуда предал Христа. Мы вспоминаем о том, что произошло такое событие, да, предательство Учителя одним из его учеников. Мы постимся в пятницу, потому что в пятницу Христос умер на кресте. И тем самым мы, как бы, вот, знаете, вот стараемся в свою жизнь, она у нас, чем дальше, тем в большей степени превращается в бег. Так, мы бежим, все время бежим, даже верующие люди, христиане. Такая жизнь, такие вокруг нас условия жизни, что все время куда-то спешим, куда-то забываем. Забываем о очень многих вещах, о Боге, о близких, о людях, да, о самих себе тоже человек забывает, да. А вот это возможность помнить всегда о Боге и помнить всегда о событиях Гефсимании и Голгофа. Казалось бы, что тут такого? Ну, вот, утром обычно что, человек что-нибудь кушает, да, кашку с молоком какой-нибудь, бутербродик, да. А тут вот нет, в среду, да, если кашку, то без молока, бутерброд, то какой-нибудь с огурцом, наверное, да, или еще с чем-то таким. Опять же, какое дело до этого Богу, что мы едим? Но это нужно человеку. Это то, что человек и дисциплинирует, это то, что человеку не дает забыть, не дает его в беге окончательно убежать, в том повседневном беге, в который превращается наша сегодняшняя жизнь. Вот, это очень важно. Кроме того, есть посты однодневные, которые посвящены тем или иным событиям. Ну, допустим, усекновение главы Иоанна Предтечи. Это трагическое событие, описанное в Священном Писании, и для нас тоже мы стараемся о нем помнить, и стараемся как-то вот так тоже извлечь определенные уроки из этого события. Вот тоже однодневный пост. Есть такие периоды года, когда эти посты отменяются. Такие недели называются на церковно-славянском языке сплошные. То есть, поста нет и сплошь вот естся все подряд. Это так называемые святки, период от Рождества до Крещения. Это светлая седмица, так называемая первая неделя после Пасхи. Это троицкая неделя, вот после Троицы одна неделя, когда мы, как бы, призваны церковью забывать о всем плохом и торжествовать то, что вот только что произошло, рождение в мир Христа Спасителя, или воскресение Христово, или сошедствие Святого Духа на апостолов, да, когда радость затмевает все остальные наши чувства. Вообще, церковный календарь и церковный устав очень премудро устроены. Если человек приучается жить по нему, он живет внутри евангельской истории. Он не просто ее, так сказать, наблюдательный, такой вот, как, знаете, архивариус, который открыл, старую книжку открыл и читает, а как там было там тысячу лет тому назад, что там делалось. Нет, он сам проживает эту христианскую историю постоянно в своей жизни. Это, поверьте, очень интересная жизнь и очень такая глубокая и осмысленная. Однодневные посты обязательны для всех? Обязательны. Более того, церковные правила в древности предполагали, что люди, которые не постятся в среду-пятницу, они как бы, они отлучаются от причащения церкви. Вот. Да, это такая, так называемая церковная дисциплина. Опять же, если человек считает себя христианином, если он принимает для себя учения церкви, он должен поститься и в большие многодневные посты, и вот в однодневные посты. Ну, за исключением тех случаев, когда человек немощен, болен, престарелый, если это беременная или кормящая мама, если это воин во время, так сказать, на службе и так далее. Есть определенные, так и мы говорили об этом с вами, определенные условия, при которых человек разрешается от поста. А что такое пост по обету, понедельничный пост? Обетный пост – это древняя такая практика, она еще в Ветхом Завете есть, когда человек, молясь Богу, принимает на себя какой-то особый подвиг. Вот, скажем, вот я хочу, допустим, поститься там неделю, или, там, не знаю, месяц, а может быть, 40 дней, вот. Просто из усердия, ну, тут, может быть, самые разные причины. Или человек хочет как-то почтить то или иное событие случившееся, или у него какая-то просьба очень такая к Богу, очень глубокая какая-то, связанная с его, с очень важной частью его жизни, да. То есть, это именно вот такое аскетическое упражнение, которое предпринимает человек для собственного усердия. Есть еще посты в понедельник. Да. Вот вы эти имеете? Да, прежде всего. Это типично монастырская практика. Кроме среды и пятницы, в монастырях, в наше время не во всех, но в некоторых, когда-то во всех было так, еще постятся и в понедельник. Но вообще, монашество – это удел людей, которые избрали для себя именно постничество. Когда вот монах, будучи, подползает к постригающему его игумену, то первый вопрос, который ему задается – «По что пришелы си, братья, припадай ко святому жертвеннику и ко святой дружине сей?» И он отвечает – «Желаю жития постнического, честный отча». То есть, монашество – это в первую очередь постническое житие. И вот поэтому в монастырях, кроме среды и пятницы, было принято поститься еще и в понедельник. Ну и в память о том, что понедельник – это еще и день, посвященный в церковном календаре бесплотным силам, ангелам и архангелам. У нас каждый день недели посвящен какому-то разряду, чинам святости. И как бы в подражание ангелам, памятую о том, что монашеское житие еще называют равноангельным житием, святых преподобных из монашествующих, обычно о них в церковных песнопениях поются «Земные ангелы, небесные человеки». Поэтому вот так вот в память об этом также во монастырях пост еще увеличивается, еще братья и сестры постятся в понедельник не во всех обителях в наше время, но в большинстве благоустроенных на Святой горе Афон, в других местах, и это именно так. Спасибо, Владыка, до свидания. До свидания, уважаемые зрители. Восемьсотлетие со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского празднуется в этом году по всей России. Особые торжества прошли 12 сентября. В Ульяновске к праздничной службе во временном Александра Невском храме был доставлен ковчег с частицей мощей святого. Отныне он будет постоянно пребывать в этой церкви. Митрополит симбирский и новоспасский Лонгин совершил божественную литургию в день престольного праздника храма, а затем молебен святому на площади у церкви. В нем приняли участие представители государственной и муниципальной власти прихожане храмов Ульяновска. Митрополит Лонгин рассказал собравшимся о широком церковно-государственном праздновании, посвященном 800-летию святого благоверного великого князя Александра Невского и о значении его личности в истории Отечества. Святой князь Александр Невский остался в народной памяти как заступник русской земли, молитвенник за нее, милостивый отец для своих подданных, и как его называют русские летописи, солнца земли русской. Он заботился не только о внешнем процветании и благополучии государства, но и о духовном благе своих подданных, о том, чтобы на Руси строились храмы, распространялось христианское просвещение и Евангелие, чтобы русские люди были не просто благополучны в этой земной жизни, но и были бы христианами и росли бы для вечности. Временный храм в честь святого князя был построен и освящен в 2010 году. Поскольку он не может вместить всех прихожан, сегодня рядом с Временном строится новый, каменный, более просторный Александроневский храм. Владыка призвал прихожан молиться о его строителях и благотворителях и выразил надежду, что, несмотря на трудности, строительство не затянется на слишком долгий срок. Храм Александроневского находится на этапе нулевого цикла. То есть, чтобы завершить нулевой цикл, это у нас платформа, плита сама, стены, плиты перекрытия, далее у нас гидроизоляция и обратная засыпка. Вот это есть нулевой цикл. Это в плане, если Богу угодно будет, нам бы хотелось в этом году все исполнить. То есть, где-то к заморскому, к ноябрю месяца мы должны завершить этот цикл строительства. Еще одно яркое событие в этот день прошло на территории Кафедрального Спаса Вознесенского собора. Там по завершении Божественной Литургии прошел первый межрегиональный фестиваль колокольного звона «Звоны над Ульяновском». Организаторами фестиваля стало Управление культуры и Организации досуга населения администрации города Ульяновска. Во время фестиваля свое мастерство продемонстрировали звонари из Самары, Нижнего Новгорода, Чебоксар и Ульяновска. Как и деятельность нашей школы в Чувашии, так и фестиваль в Ульяновске важен именно в том, что как можно больше людей услышит колокольный звон и сможет прикоснуться к нему не только слухом, что на колокольне где-то звонят колокола, но и вот вблизи увидит и поймет, как это на самом деле происходит. То есть увидит колокола вблизи, услышит колокольные звоны абсолютно разных школ, разных традиций. Участники фестиваля были отмечены благодарственными письмами митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина за сохранение традиций православного звонарного искусства и их развитие в современном служении церкви. Планируется, что фестиваль колокольного звона станет ежегодным. 13 сентября торжества прошли в Симбирской гимназии Дар. Ей было присвоено имя святого Александра Невского. На торжественной линейке гимназисты рассказали, чем близка им личность святого князя, который защищал свое отечество в совсем молодом возрасте. А гости гимназии отметили, что празднование 800-летия святого дало молодежи важный импульс для изучения истории своей страны. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Симбирская митрополия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова